Если взять некоторую точку и посмотреть все, что удалены от нее на некоторое одно и то же состояние, то мы с вами получаем некоторое множество точек. Записывается это очень просто. Множество таких точек, для которых длина отрезка OM равна F. Значит, что здесь донут, а что является множеством точек окружности? O и F это должны быть две данные чутки. Центр и радиус. Радиус это некоторый отрезок, центр это некоторая точка. То есть смотрите, между прочим, центр окружности задается двумя координатами. Надеюсь, это все понимают. Если у нас есть произвольная система координат, то вы прекрасно понимаете, что здесь вот есть некоторый, вот этот отрезок какой-то там X и вот этот отрезок какой-то там Y. Значит, на самом деле, если пытаться задавать все числами, то величины такие X, Y и F. X и Y при этом любые числа. То есть, пожалуйста, X может быть отрицательным, Y может быть отрицательным, запросто. R это непременно положительная величина. Кстати, что будет, если R равно 0? Будет у нас окружность, да. Абсолютно верно. Вырожденный случай окружности это точка. Господа, как ни странно, сегодня у нас будет аж целых три определения окружности. Давайте вот это я обозначу номером 1. Это, конечно, самое простое, самое понятное. Но сейчас перехожу к определению номер 2. Ну а потом берите к определению номер 3. Чтобы дать определение номер 2, давайте нарисуем следующую картинку. Вот у нас с вами есть окружность. В ней возьмем две точки, которые строго напротив одна группы. Вот он есть центр, вот есть точка А, вот есть точка В. Ну а вот здесь, где-то там точка С. Отлично? Три точки, при этом А и В, напротив друг друга. Значит, записывается так. А, В это тянет. А, В это тянет. Ну, вот вы помните С. Так вот, чрезвычайно важное обстоятельство, вот как бы. Если вы возьмете треугольник А, С, В, и в нем проведете отрезок О, С, то у нас получится, как ни странно, два равноведренных треугольника. Почему я здесь поставил такие значки? Почему я утверждаю, что эти три отрезка равны друг другу? Почему? АО, БО и СО. Почему эти отрезки равны? А главное, чему они равны? Радик. Это просто по определению окружности эти три отрезка равны радиусу. Отлично. Кто-нибудь помнит свойство равнопедренного треугольника? Какое? Две противоположные стороны равны. Нет, давайте я здесь отдельно. Две стороны равны – это определение равнопедренного треугольника. Какое у него есть важное свойство? Да? Углы при основании равны. Молодец. Вот эти углы равны. Возвращаясь к нашей картинке, смотрю на равнопедленный треугольник АОЦ. Вот эти углы что? Равны. Равны. АБОЦ? АБОЦ? Равномедленный. Да. Равномедленный. Значит, у него вот эти углы что? Равны. Равны. Кто помнит, чему равна сумма всех углов треугольника? 180 градусов. 180 градусов. Отлично. Поехали считать. Альфа. Альфа. Вот эти два угла. Бета и бета. Получается? 180 градусов. Значит, два альфа и два бета – 180 градусов. Значит, альфа и бета – сколько? 90. 90. Ребята, вот это второе и очень часто используемое определение окружности. Давайте я его обратно запишу. Это множество таких точек М. Ну, М – хорошо, пусть будет М. Хотя здесь у меня было С, но не знаю, написал М, пусть будет М. Для которых угол А, М, В – 90 градусов. Ну, на самом деле, конечно, я немножечко не прав. Надо еще к этому добавить, собственно, сами точки А и Б. Итак, окружность состоит из двух разных точек, а также тех точек, для которых вот такой вот угол прямой. Обратите внимание, на самом деле, на самом деле, я сейчас доказал только в одну сторону. Я доказал, что если точка лежит на окружности, то угол прямой. Конечно, строго говоря, надо еще и наоборот. Если угол прямой, то точка лежит на окружности. Ну, давайте подумаем, почему это так. Пусть у меня есть прямой угол какой-то там, да, А, С, В. Давайте, посмотрите. Ведь когда у меня есть прямоугольный треугольник, я могу взять и с этой стороны нарисовать такой же прямоугольный треугольник. Согласны? Да. Вот этот отрезочек отложить здесь, этот отрезочек отложить здесь. У нас получится, как называется фигура? Треугольник. Прямоугольник, конечно. Потому что, понимаете, эти вот углы равны, у него вот эти вот углы равны, а как известно, у него треугольника сумма углов 180. Значит, никуда не денешься, но чтобы эти углы равнялись, и чтобы сумма была треугольник 180, то есть треугольник 180 умножить на 2, понятно, здесь 60. Никуда не денешься, здесь должно быть тоже 90. Значит, это прямоугольник. Ну, а у прямоугольника диагонали, пересекаясь, делится пополам, и значит, вот все вот эти отрезки равны, а это как раз и означает, что отрезок в этой точке подачки О, отрезок ОС равен отрезку ОООБО, а это и есть то, что нам нужно. Отлично. Второе определение окружности прозвучало. Ребята, очень важно. Часто используется именно оно. Почему это определение окружности бывает полезным? А потому что в него входят по-настоящему вот эти точки, ну, естественно, сама точка, которая нагружность лежит. А эту точку даже и рисовать не обязательно. А иногда бывает полезно разобраться именно в ситуации, когда центр не так уж и нужен, а вот принципиально важен именно диагон. Такие задачи бывают. Хорошо. Раз уж сказал третье, то надо давать третье. Для того, чтобы оно было вам понятно, давайте я нарисую систему координат. И давайте сделаем так. Ставлю, значит, центр окружности вот сюда и рисую окружность. А дальше очень просто. Здесь у меня отрезок НХ. Здесь у меня отрезок НХ. Здесь у меня отрезок НР. Господа, кто помнит связь между сторонами прямоугольного треугольника? Как эта связь называется? Япотенуза больше катет. Япотенуза больше катет, это верно, да? Калеркин. Молодец. А как называется теорема? Теорема Пифагора. Абсолютно верно. Теорема Пифагора звучит вот так. Господа, обратите, пожалуйста, внимание. Ну, естественно, вы не обязаны все ее знать, а то мы еще потом будем спокойно проходить. Тут даже целая тема есть лишняя. Так что я не требую, чтобы вы все сейчас понимали ее доказательства. Но обратите внимание, чем принципиально отличается вот это третье определение от первых. В первом определении речь шла о длине отрезка. Отрезок должен там равняться. Второе определение, оно в случае, когда величина угла. Вот угол должен быть прямой. Угол А и В должен быть прямой. А третье определение, это там, где нужно считать. Там, где нас интересуют соотношения между обсцессией, ординатой. Там это самая теорема Пифагора. Кто может вспомнить, какой-нибудь их много, на самом деле. Много разных, интересных. Древняя Греция. Так давно было. Может быть, выручили. Я расскажу вам сейчас два доказательства. Первая из них, скорее, достаточно длинная. Но уверен, что вы получите удовольствие, когда нарисуете соответствующую картину. Второе, наоборот, короткое, но известное, замечательное. Продолжение следует... Продолжение следует...